И все, привет, ребята, с вами мистер Ваньки, и сегодня записываем новый ролик. Сегодня у нас, наконец-таки, игровой видеоролик, посвященный тесту нового устройства на смоку, исходя из того, что мы на данный период времени имеем. Мы имеем, если я не ошибаюсь, 6 новых замечательных устройств на данную замечательную пушку, а именно смоки, буквально пару дней назад у нас вышло обновление, и я на одном из предыдущих стримов уделил внимание, потестировал все эти самые замечательные устройства, и для себя понял и выделил одно самое интересное, которое хотелось бы вам в первую очередь показать. Это разрывные снаряды, это устройство, которое дает смоке. Возможность наносить сплэш-урон, то есть, по сути, если говорить проще, то делает из смоки дефолтного грома, который, можно даже сказать, наверное, гром с кувалдой по скорости перезарядки, который наносит сплэш-урон, и этот сплэш-урон является довольно-таки неплохим. Поэтому сегодня мы перейдем непосредственно к тесту данного устройства, ну а если вы хотите в дальнейшем также увидеть другие устройства по смоке и тесты по нему в виде игровых видеороликов, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком, и как только, например, условная 150-очка наберется, мы сразу же приступим к тесту, ну и в комментариях можете написать, какое именно устройство на смоку следующее вы бы хотели бы увидеть. Я, как уже сказал, исходя из того, что видел на тесте, то есть, ну, вернее, не на тесте, как бы на стриме, когда тестил все эти устройства, для себя выделил именно это, и я думаю, что сегодня нам удастся его довольно-таки неплохо реализовать в матчмейкинге. По режимам я думаю, что стоит точно сыграть контроль точек, ну и вторым режимом давайте возьмем условное регби, да, которое сейчас довольно-таки часто используется. Что касаемо дрона, я взял кризис этот, то есть, грубо говоря, ну, можно сказать, дефолтный бустер, да, только у тебя будет ДД-шка с меньшим дополнительным уроном, но на постоянной основе, потому что у меня здесь, к сожалению, на аккаунте нету на тестовом бустера, поэтому придется нам вместе с вами потестировать все это дело именно на кризисе, поэтому у меня брони, по сути, не будет. Что касаемо корпуса, как вы видите, я выбрал именно викинг, ну, я думаю, что это лучший, по сути, корпус для полноценного теста данной замечательной пушечки с сплэш-уроном. Немножко, конечно, мне непривычно то, что у меня здесь кризис, да, то есть, я не могу полноценную расходку нажать, но, наверное, не будем особо сильно уделять этому внимания, главное, конечно же, искать как можно больше танков, которые будут у нас находиться в одном месте, ну и что из интересного по данному устройству я могу сказать прямо сейчас, это то, что каждый выстрел, за исключением, получается, крит урона, проходит сплэшевый. И если у нас танки находятся рядом друг с другом, то, понятное дело, что этот сплэш будет довольно-таки неплохим. Интересно, только надо будет еще проверить, если я, например, буду стрелять по своему тиммейту, сплэш будет идти по противнику, как это, например, работает с условным граммом, да, или страйкером. Если будет работать, то это, конечно, круто. Ну, пока противник особо сильно не кучкуется, также из плюсов я могу выделить сразу же для этой смоки, это то, что от нее резистов в матчмейкинге очень мало, да, то есть если сравнить ее с резистами от, например, условного там грома Гаусса, да, страйкера, то, ну ладно, страйкера не так много, но от грома Гаусса резистов в матчмейкинге сейчас предостаточно, поэтому с такой же самой механикой мы имеем, по сути, пушку как гром, да, только смока, и от нее резистов еще нету, это, конечно, безусловно, безусловно плюс. Ну, вот, только я сказал, что резистов нету, и сразу же у нас появился резист на каком-то замечательном твинсе. По очкам, как видите, уже первое место, уже неплохой такой отрывчик, 7 килов дал, овердрайв есть, было бы неплохо сейчас его как-нибудь грамотно реализовать, по возможности как можно больше противников в кучку собрать, и тогда будет вообще все очень круто, только вот где мне, а, вот, как раз позиция, где можно собрать противников, давайте профессиональную накидочку оформляем, 3, 4, хорошо, бля, ну опять я не труп прожимаю, ну ладно, у меня как бы уже овердрайв спадал. Так, давайте попробуем еще вот по этому накидать, к какому-то жесткому опасному челику, который решил 50% от смоки взять. Как-то так все происходит, не сказать, что чересчур часто у меня заезжают сплэш уроны, ну, противник не особо кучкуется, но, в общем и целом, какие-то вот такие выстрелы замечательные залетают, и сплэш, грубо говоря, такой же, если в упоре танк стоит, проходит как и по первому танку, то есть, по сути, сплэш урон является примерно таким же, как сплэш на грамме, как я уже говорил. Ну и по очкам пока тоже неплохо двигается, еще бы овердрайв где-то мне бы побольше поднакапливать. Ну и победка в этой катке нам тоже нужна, безусловно, безусловно, нам нужна победка, как у рикошета, что очень долгой овердрайв работает, я уже не стал прятаться, думал, что он у него сейчас спадет. А он как-то очень долго держался, держался. Так, давайте попробуем накидочку здесь сделать, профессиональную будет. Нет, не будет прострела у меня здесь. Ну, с бустером, мне кажется, было бы получше, то есть, было бы больше у меня возможностей по накидочке, да, хоть и повышенный урон был бы не на постоянной основе, да, но он был бы как бы в определенный тайминг побольше, чем дефолтный здесь на кризисе, плюс у меня была бы броня, то есть, жил бы я бы намного дольше. Так, здесь с кризисом у тебя получается экономия, конечно, аптечек, потому что ты их практически никогда не нажимаешь. Ну и ты быстро как бы до определенной точки, где тебе надо, можешь добраться. Ну, а так, без брони, конечно, немножко печальнее, наверное, я уже сказал. Так, 90% мне овера сдали. Хорошо. Было бы неплохо сейчас еще бы танчиков бы покилять. Где бы мне бы их еще найти, эти танчики, которые можно покилять. Так, здесь есть один молодой человек. Так, мы точки начинаем терять, ладно. Не буду ерундой заниматься. Если бы мы сейчас сюда отправимся, нажмем овердрайв. Сплэшу, сплэшу. Сплэшу не так часто залетает сплэш на такой карте. Возможно, стоит рассмотреть какие-то маленькие карты, по типу там условной песочницы, где будет сплэша чуть побольше. Но, по сути, мне это особо и не мешает, да, набирать те же самые очки хорошие. 400 очков за, грубо говоря, 5 минут боя. Это очень неплохой результат. Еще бы противник бы кучковался. Я был бы безумно доволен результатом. Так, давайте бы вот этого молодого человека попробуем накинуть. Сриспайти, конечно. Ноль урона, это просто ужас какой-то. Ноль урона. Да, и непривычно, конечно, на кризисе. Бустером было бы получше. Так, сплэш пошел. Хороший. Еще, блин, крит. Крит. Вот если бы не крит, сейчас бы я добил бы двух танков, скорее всего. Хотя нет, ну, викинга не добил бы, но оставил его как бы на ноль. А вот мамонта добил бы, потому что у него там 0 хп оставалось. Ну ладно, тиммейты разобрались. И то нормально. Так, давайте быстро до ци точки доедем. У меня 80% повердрайва. Ой, хорошо, хорошо. Сплэшик залетел по двум танчикам, по 700 очки. Так, точку захватываем. Где 108%. Оп. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Накидка профессиональная. Полетела, полетела, полетела. Летим-летим, шебешеный. Давай-давай-давай-давай. Еще сплэш. Накидочка хорошая. Блин, ну вообще по скорости мне очень нравится, как эта смока работает. Прям просто великолепно. 575 очков, 27 килов Первая кап На смаке, грубо говоря, под видос Жестко Жестко, жестко, что я могу сказать О, от стеночки неплохой сплэшик залетел Нормально Еще плюс фраг Еще плюс фраг Да, хотел бы я себе такое устройство на основе, если честно Хотел бы Хотел бы я себе такое устройство Но, к сожалению, у меня его нету Очень крутое Мне очень сильно нравится такое устройство Я потестировал на нем На стриме две катки И остался Безумно доволен Вот именно этим устройством Друзья, если у кого-то есть Вы просто везунчик Ну и давайте сыграем теперь регби То есть в цп вы сами уже все увидели Великолепно просто работает Максимально четко, то есть у вас, грубо говоря Самака становится как гром, быстро перезаряжается Хороший сплэш урон наносит И плюс ко всему прочему От нее резиста нет И это еще как бы Я тестирую, грубо говоря Первый день после Ивента со смокой То есть по сути игроки сейчас еще Ну как бы Играют на смоке Да, и есть Теория и Возможно Моменты, когда Противники Одевают резисты От данной пушки В связи с тем, что они Например, вчера В матчмейкинге Его использовали В связи с тем, что Смок было много И все там как бы Эти заданки выполняли И поэтому Есть варик, что Сейчас еще типы там Кто-то не снял резок Ну как бы и так Маловато, но Вот например Там с 50-кой Катал у нас только что Челик, вот вышел с карты То есть я думаю Что он на постоянной Б-основе Он бы не использовал Б этот резист Потому что смок Ну практически Никогда нет у нас Матчмейкинга И этот резист Не является метовым Можно так сказать Так, ладно Карта Супер просто Подходит для реализации Смоки Единственное, что мне надо Это просто Наносить Сплэш урон По танчикам Тут какие-то ПК-шники стоят По которым неплохо Можно накидать Так, мяч лежит Сверху Давайте я лучше Просто на урончик Покидаю Гром там кидает Меня А я в него Гром в меня А я в него Так И там кстати Сплэш урон Летел от Трупа Даже похоже Маленький конечно Урон Прошел Но Даже так Вот например В стеночку В стеночку Не сработало И рикошетит Кстати Смока Видите Если я даю в землю Она рикошетит И летит куда-то дальше Снаряд В стенку Ну С одной стороны Это конечно Круто С другой стороны Немножечко Иногда Моментами Преимущества Дополнительно Выбирает Так 0 1 0 1 Окей Камбэк Надо как-то так Там резистов Смоки 50% Появился Я не знаю Шоробэти Шоробэти Там еще Чел играет С пулеметом На Иммунитете Да Жмет Пробел Жестко С поджогом У меня на викинге Здесь никаких устройств Тоже нету Печалечка Конечно Когда так Устройств Немаем Так И в себя Знаете Тоже надо Аккуратненько Не давать урончик Это Вот сейчас Дал Нормально Так Сев Харичку Залетело Так 400 Неплохо Так Давайте Попробуем Попробуем Как-то Покидать Именно Вот Точку Точку Где Противник У нас Весь Стоит Если У меня Получится Нанести Нормально Урона Будет Неплохо Намагу Ладно Окей Так Еще Викинг Какой-то Из Сувердрайва Давайте Вот так Наверное Стенку Дам Стенку Ну Такой Сам Урон То есть По сути Сплэш Хороший Сплэш Хороший Утушки Попробуем Овердрайвом Быстренько Задамлажить Молодого Чебурека Еще Двоих Унесем Три танка Собера Не сказать Что Вери Вандерфул Но Неплохо Неплохо Наштемейл Доставил Еще Дополнительную Накидочку 11 Киллов Ну Такое Такое Неплохо Неплохо К слову Катакатка Платошечка Теперь Играется 6 на 6 Ничего себе Так вот Теперь Уже 2 Резиста Смоки Был 1 Резист Уже 2 Молодые люди Боятся Смоки Которые Которые Наносит Им урон Неплохо Это неплохо Ничего страшного В принципе Вот и нет Сейчас еще Оверджах На меня прожмут А Не даже не прожимает Блин Есть шанс Противника Доставить Это плохо А Еще У нас Пока Ну Ладно Ладно Че Че Страшно Че Страшно Ничего Страшного Гол Попробуем Еще Все Это Дело Камбэк Немножко Тяжеловато В таких моментах Так Противник И увозит Еще один Мне бы Еще Хотя бы Один Овердрайв Неплохой Реализовать Было бы Неплохо Так Наш Тиммейт Борется До последнего Но Это все Борьба Была Почем Зря Если честно 2 минуты 3-1 Летим Тяжеловато С такими Молодыми Людьми Реализовывать Данную Смоку Но В общем И целом Если уж Смотрите На это устройство Тут Понятно Дело Что Может Просто Не на всех Картах Будет Получаться И так Жестко Реализовывать На первой Карте Нас Александровские Очень Классно Заходила Под Сплэш Урон Очень Круто Овердрайва Можно Прожимать Еще Куда Нибудь Залетела Было Бы Супер Так Ай Не попал К сожалению К сожалению Не попал Не попал Не попал Так 93% Овердрайва Молодой человек Прожал Овер Аптечку Сбил Нет Не дать Доставить Не дать Доставить Не дать Доставить Не дать Доставить было бы неплохо было бы неплохо получится то будет супер а вот если не получится зря конечно начал перестреливаться с этим хантером бесполезно перестрелка против 50 процентного резистов я хотела и слил но это было максимально глупо я очень много времени впустую потерял так мне надо овер завязать его только вязать вот в чем вопрос давайте противник опять не тружбу привычки добавляем ясно 27 секунд сейчас прямо до дашку и погнал 23 ай мешает мой зараза зараза ты зачем ты мне мешаешь я бы еще парочку бакилов бы дал бы наверное так всего лишь 17 но по режимам что я могу вам сказать по режимам великолепно цп подходит просто шикарно я думаю что еще осада подойдет в регби как вы видите но может быть если там катка 12 на 12 словно было было бы получше до 6 на 6 лото плюс еще молодые люди начинают брать резисты то как бы уже понятное дело что против резов так супер великолепно устройство и пушка себя не будет реализовать плюс нужно понимать что это смока которая находилась у нас вообще в среднем балансе да а теперь появилось устройство с которым можно просто ну жестко фармить фермить но исключение только в том что доступ к этому устройству теперь имеет имеется только через контейнеры не знаю задано там вообще его можно купить эти устройства но кому дроп и обязательно играть вот серьезно то есть вот исходя из всех этих 6 но если считать пробитие за новое устройство исходя из этих 6 новых устройств я бы на сто процентов отдал бы свой приоритет именно разрывным снарядом как то так друзья вот такой видеоролик у нас сегодня друзья получился если выпадают новые устройства и имеется возможность поиметь что-то подобное то я бы на вашем месте именно дал предпочтение этому устройству пишите какое устройство вы бы хотели увидеть следующем если это смока если вы хотите посмотреть на какие-то другие вооружения пушки устройства то тоже пишите по этому поводу в комментариях но у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока